Празднуем святую Троицу Святая Троица – один из важнейших переходящих христианских праздников. Отмечается он на Пятидесятый день Светлой Пасхи и Десятый день Вознесения Христова. Суббота накануне празднования носит название Родительское, и в этот день поминают усопших предков. Ну а само богослужение является одним из самых торжественных и красивых. Храмы украшаются ветками березы, цветами, травой, как символом обновления и надежды. Какие же обрядовые блюда готовят на Светлую Троицу? На Светлую Троицу, как и на Пасху, можно покрасить яйца. Но так как Светлая Троица в народе носит еще название Зеленые Святки, то и яйца красят зеленый свет. В большом уважении на Троицу и Яичница. А также можно было приготовить омлет прямо в горшке в печи, и так его взять с собой вместе в лес или в поле. Так как в народе праздник Святой Троицы носил название Зеленые Святки, значит, деткам также можно было ходить по дворам, петь хвалебные песенки березки, а за это получать угощение. Но перед тем, как пойти по дворам, они должны были украсить березовую ветку. А украшалась березовая ветка с корлупками от яиц и непременно цветными лентами. Так как лента в те времена считалась в доме предметом роскоши и стоила достаточно дорого, то того, кто не приносил ленту, с собой за конфетами по дворам не брали. Чем больше цветных ленточек на березе, тем больше радости. Чем больше скорлупок яиц, тем богаче будет наступающий год. Вот такие, друзья, получилась у нас красавица березка. И я бы рада отправить своих деток с этой березкой к соседям в гости, чтобы поздравить их с прекрасным праздником, со Светлой Святой Троицей. Но обстоятельства говорят нам другое. Поэтому я призываю вас и в этот день остаться дома и поберечь свое здоровье. Но можно отправиться с путешествиями по квартире с этими праздничными веточками и поздравить всех своих домочадцев, что мы сейчас и сделаем. У восточных славян Троица входила в цикл праздников, которые начинались за три дня до Пятидесятницы и завершались Духовым Днем. Этот период в народной традиции носит название «Зеленые святки» или «Русальная неделя». Его основные ритуалы связаны с культом растительности, девичьи гадания, хороводы, гуляния. Березку украшали цветными лентами с горлупками от яиц. Наряжали ее, ибо в эти дни березка была именинница. А чтобы лето и будущий год был радостным, то на березку обязательно вешали колокольчик. А еще березоньки заплетали косы. А еще девушки плели венки из березы и весили на украшенную березу для того, чтобы погадать. Веночек оставался на березе на недельку, а потом через недельку приходили и смотрели. Если веночек засох, то год у девушки будет не очень удачный, а если венок остался зеленый, то она обязательно в этом году найдет свою судьбу. Бабуся, что для тебя Троица? Троица – это старинный божественный праздник, который праздновали и раньше, и теперь. Раньше его праздновали интересно, потому как и во время войны, когда было трудно, все равно все продукты, там, муку, мясо, все, что яйца, что могли, все берегли для этого праздника. Стряпали женщины, пекли, готовили. Песня «Строица» Песня «Строица» День Троицы для меня особый, памятный день. В этот день я вспоминаю близких, ушедших от нас людей. В этот день жубра на их могилке. В этот день мы уже все сделали посадки в огороде. Этот день и радостный, и одновременно грустный. Сына и Сына Святого Духа, аминь. Троица – это праздник на 50-й день Христоса Воскресения. Троица – это для меня каникулы, ездить на дачи, помогать родителям. Христос воскресе, умеет твоих смертью смерть поправ. И суши во крови живут на рабах. Христос воскрес! Воистину воскрес! Какой праздник наступает? Троица, троица уйдут в храм. Хорошее настроение, погода отличная. Как еще все друг друга уважают. Никто не ссорится. В храме много людей. Вся семья. Как мы отмечаем Троицу? Мы приходим домой, и у нас праздничный ужин. Мы иногда приезжаем к бабушке с дедушкой и едим шашлыки. Это святой праздник надежды, веры и любви. Все ходят в лес, поют песенки и водят хороводы. Троица носит великий праздник трех ангелочек. Праздник Троица значит для меня очень многое. В первую очередь это поход в храм, исповедь и причастие. То, без чего этот праздник просто не мыслим. Также в этот день мы собираемся всей семьей, чтобы отметить этот добрый и светлый день. Сегодня праздник тихий, светлый. В святая Троица пришла. И пожелать хочу в день этот вам всем здоровья и тепла. Блестят глаза, сияют лица огнем любви и доброты. Пускай в день Троицы свершится все то, о чем мечтали мы.